Качество жизни в большинстве субъектов России выросло в минувшем году. Об этом сообщает РИА Новости. В первые строчки рейтинга снова возглавили столицы и Подмосковья. Среди худших Карачаева-Черкесия, Тыва и Еврейская автономная область. Какое место заняла Тверская область и что вообще подразумевается под качеством жизни, выясняла наша съемочная группа. Экономисты давно пользуются таким понятием, как качество и достоинство жизни, о котором размышлял еще Аристотель. Это комплексная оценка жизни человека с материальной, духовной и социальной точек зрения. Ну и, конечно, в плане безопасности. Тверская область по всем этим показателям занимает 51 место среди 85 субъектов страны. Это ниже, чем, например, Сахалин. Чему, правда, есть ряд причин. Тоже самое Сахалинская область, там они получают массу дотаций, они получают совершенно другие зарплаты. И пока что, я имею в виду, что пока что они, может, нас и опережают. В свое время, лет 10-15 назад, к сожалению, наш регион в плане промышленности нуждался в других вложениях, других решений, которых сделано не было. Однако при этом позитивные тенденции в Тверской области есть. Например, по сравнению с 2020, наш регион поднялся в минувшем году на пару строчек, увеличив свой рейтинг 42 с небольшим до 46 баллов. Интересно, что опрошенные нами горожане тоже видят не только минусы, но и плюсы. Вы довольны качеством в жизни в нашем регионе, в нашей Тверской области? Нет, недовольны. А какие претензии? Претензии, во-первых, город вообще нечищенный. Маленькими зарплатами недовольны. Что, качеством товаров недовольны? Довольны. А основные плюсы, на ваш взгляд? Не знаю, какие плюсы. Как во всей стране, все хорошо. Все достаточно устраивает. Кроме зарплаты. Зарплату побольше можно, в принципе. Город страшный. А еще? Мало парков, с детьми некуда сходить. Дорогами не очень. Да, дороги, конечно, не очень совсем. А всем остальным, в принципе, да. Что касается перспектив региона, то Давид Муглашвили смотрит в будущее скорее с оптимизмом. Заметным плюсом должны стать огромные инвестиции в строительство крупных объектов агропромышленного комплекса, станкостроения и туризма. Свою лепту внесут и строители, которые не снижают темпов работ. Кроме того, не стоит забывать больших вложений в инфраструктуру. Трассу М11, региональные дороги, ну и, конечно, западный мост. Дороги – это лучшая логистика, безусловно. Это лучшая экология. Что касается западного моста, конечно, для нас это как бы палочка-выручалочка, чтобы разгрузить транспортный поток внутри города и не только. Это действительно была наша мечта. И уже мы видим, что эта мечта воочию реализуется. Правда, все эти вложения дадут эффект не сразу, а только через 5, а то и 10 лет. Так что главное, чтобы региональные власти и дальше работали в том же направлении. Тогда Верхний Волжья продолжит подъем в рейтинге качества жизни, догадав не только Сахалин, но, может, даже приблизившись к столицам. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова